Матч был не простой. Накал, конечно, который в плей-офф будет присутствовать в каждом матче. Это мы сегодня увидели. Но также тяжело было нам, конечно, второй тайм, почти весь играть в меньшинстве. Но ребята молодцы. За этот матч им ставим всем пятерки. Что это значит? Вы были на матче, но мы все видели. Матч соответствует статусу плей-офф с множеством контактной игры. Никто не хочет уступать. Много игры над обороны, как у нас, так и у соперника. В общем-то, наверное, в этом плане игра была похожа с двух сторон. С не очень большим количеством голевых моментов. Сегодня, наверное, с штрафных минут было меньше, поэтому мы смогли сделать точительное преимущество, которое у нас. В начале 80-х минут было. Михаил Георгиевич, а после того, как в концовке матча два момента подряд не использовали угрот и несение, не возникло чувство, что не забиваешь, ты, забиваешь, тебе? Нет. Я даже не знаю, как это объяснить. Просто такие моменты, которые случились, когда двое ударяются друг от друга, и мяч остается соперником. Конечно. Тяжело просто понять вообще, что произошло. Здесь сожаление, разочарование. Много чувства, но не то, что вы сказали. Спасибо. Пожалуйста, вопросы будут. Михаил Георгиевич, в Красноярске, в ответной игре, какая тактика будет избрана? Исключительно от обороны и все-таки? Нет, конечно, вокруг радиуса соперника встанем, и мы не будем начинать им взорвать. А вратарь будет нас перебрасывать, и выходы один в один на фондаре, на коломанах. Я думаю, что от погоды будет много зависеть, потому что сейчас, насколько я понимаю, в Красноярске уже тепло, плюсовая температура. Да, Андрей Ивич? Ну, пока нет. Ну, прогноз на матче, да, Клэр? Ну, есть, да. Поэтому посмотрим. Ну, опять же, с отца у нас больные, тренированные ребята, как были, так и остаются, плюс сегодня мы потеряли андыша спинаш, и вот везли в больницу что-то с ним. Кто у нас выйдет на следующий матч, это будет зависеть. Андрей Ивич, вот та пауза, которая образовывается для команд первой тройки, пропуская восьмой финала, все-таки это плюс или минус? Для команд, которые пропускают эти игры? Ну, плюс в том, что можно отдохнуть, когда физическое состояние немножко потравить. Минус в том, что нет игровой практики. Палка двух концов. Ну, для вашей команды вот эта пауза сегодня как-то сказала, или она все-таки сыграла в свою силу, вы считаете? Ну, конечно, чувствовалась игровая практика, что у нас не отсутствовало 10 дней. А что делать? Такой уреган? Я просто буду покатиться. Спасибо.